Я служил в Афганистане два с половиной года, я оперировал в песках, палатках и все, но я согласен очередной раз поехать туда и работать, но только не тут работать. Человечность в нечеловеческих условиях. Именно так можно описать ситуацию, в которой оказались медики Бельской железнодорожной больницы, которая находится на балансе госпредприятия «Железная дорога Молдовы». Они вынуждены лечить и спасать жизни людей в экстремальных условиях. Больницу отключили от отопления и воды, врачам 5 месяцев не платят. В помещениях больницы настолько холодно, что медики даже не снимают верхнюю одежду. Надев по несколько свитеров и штанов под белый халат, они выполняют свой долг, помогая пациентам. Да что говорить! Пройти медосмотр и элементарное обследование для посетителей железнодорожной больницы – настоящая пытка холода. Стационарное отопление больницы не функционирует. Штат работников сильно сократили. Больница находится на балансе госпредприятия «Железная дорога Молдовы», которое приостановило ее финансирование. Исполняющая обязанности главврача Неля Петрова рассказала телеканалу БТВ, что тепло не подключает из-за накопившегося долга. На сегодняшний день он составляет около 500 тысяч леев. Руководство госпредприятия «Железная дорога Молдовы» рассчитываться за должностью не собирается, мотивируя это нехваткой денег. До данного момента у нас нет отопления. Исходя из этого, все сотрудники данного учреждения не имеют тех условий труда, которые должны быть обслужены. Исходя из этого, страдают не только сами сотрудники, но и пациенты, которые обращаются к нам за медицинской помощью. Для оказания первой медицинской помощи каждый больной или обращающий должен быть обследован, то есть раздет, для того, чтобы пройти флюоры, для того, чтобы пройти электрокардиограмму, и также, чтобы послушать, измерить давление и так далее. В таких условиях, естественно, это нереально. Потому что пациент приходит за медицинской помощью, а уходит с выкрустным заболеванием. Поэтому мы решили обратиться с просьбой, чтобы нам все-таки помогли или как-то установили и подключили к отоплению. Мы обратились к Четморду, исходя из того, что у нас задолженность, которая собралась в течение нескольких лет, 511 тысяч на данный момент. Они сказали, что пока не будет поглашено полностью задолженность, они не подключат к отоплению. Естественно, мы попросили их, чтобы они нам сделали поблажку, и хотя бы, чтобы мы допустили какую-то сумму, и они все-таки нас подключили. Они отказались от этого. Исходя из этого положения, мы не знаем, как в дальнейшем существовать и работать в таких условиях. Мы обратились в управление дороги, но исходя из того, что в данный момент финансово-экономическим положением тяжело, на железной дороге у них нет финансов, чтобы поглотить эту задолженность и подключить нас к отоплению. Николай Капчик, заведующий хирургическим отделением. Он работал в Бельской железнодорожной больнице 20 лет, но с такими ужасами сталкивается впервые. То, что происходит сейчас в больнице, по его словам, не сравнится даже с условиями, в которых он работал в Афганистане, будучи военным врачом. Николай Капчик предполагает, что отключение больницы от отопления и воды, а также отсутствие на протяжении почти полугода зарплат, вовсе не случайно. Таким жестким способом руководство госпредприятия «Железные дороги Молдовы» попросту хочет избавиться от Бельской больницы. Железнодорожная больница 20 лет уже, спустя, как говорят. И каждый год у нас одна и та же проблема – уничтожение больницы. Особенно началось агрессивное отношение к этой больнице с позапрошлого года, с 2014 года, с 2015 года и 2016 год уже продолжается. Значит, в 2014 году было предупреждение о большом сокращении штата, у нас был большой штат, сократили штаты. В 2015 году, в ноябре месяце, тоже в этом же периоде, была поставлена задача в том, чтобы закрыть стационар, который был закрыт временно. Я подчеркиваю и в кавычках говорю – временно. Нас закрыли. Значит, стационар у нас был на 40 кодек. Хирургия, терапия, гинекология и неврология. Значит, нас закрыли с таким, как вам объяснить, надеждой, что весной, после этого начнется тепло, нас откроют. Когда коснулся вопрос в мае месяце, когда тепло было на улице, когда все это самое, значит, нам запретили открыть стационар. Моей работы 20 лет, но за 15 лет мы от железной дороги ни одного гвоздя не имели. Мы эту больницу держали на собственной попечении, как говорят. Мы ее сами ремонтировали, мы ее сами делали, мы ее сами красили, лишь бы она не была уничтожена. И в данный момент нас поставили перед фактами, что мы сейчас не нужны никому. Нас просто, как отбросы в общество, кидают нас куда-нибудь в другом месте, лишь бы освободить здание. И я считаю то, что это здание уже продано. Ну я, конечно, не имею достоверные факты, но я могу предвидеть это все. И им нужно нас выкинуть оттуда, освободить вот это здание. Мы дожились до такого состояния, что это не только мы обижены. Вся железная дорога, 4 месяца зарплату не получают. Как вы себе представляете платить людям коммунальные услуги, когда каждый месяц приходит эта бумажка, оплатить. Если мы 4 месяца не получаем зарплату. А господин Татапалы выступал с высокой трибуны по телевидению. И говорят, я совсем рассчитался, я никому ничего не должен. Как верить в это здание, где это высшее наше детское отделение, которое было продано и сделали магнифик. Да, я согласен. Если бы у меня было сотни тысяч долларов в кармане, вот так, я бы, конечно, купил вот эту больницу и не позволил ей. Ну у меня таких денег нет. Ну, приглашать наше руководство, понимаете, они не придут. Сегодня был объезд начальника дороги, который вспомахал ручком всем и уехал дальше. Самый большой геноцид в данный момент у руководства Молдовы, в данный момент, что он уничтожает собственный народ. Вы посмотрите на людей, в каком ракурсе они работают. Мы все одеты на работе, все ходим, мы не кидаем свои рабочие места. Мы приходим каждый день, каждый день с 8 часов утра до часу, до двух. Мы работаем тут, в куртках, в этом. Но мы не покинем это здание, пусть они не надеются. Нам приходят комиссионные, машинисты, помощники, верхолазы, какие угодно. Эту комиссию может провести только железнодорожная больница. Только. Потому что городские медицинские учреждения, они этого не знают. Мы знаем своих людей, мы знаем у кого какая патология. Ну это жизнь, мы с ними жили всю эту жизнь. Мы знаем их семьи, мы знаем их детей и внуков. Мы их лечим, мы следим за ними всю жизнь. Как можно это сейчас зачеркнуть? И почему наше руководство ни разу не пришло к нам сюда, не объяснило и не рассказало. Никто не пошел на прямой диалог. Как можно нас просто зачеркнуть? Бросить вот так вот никак. Ни зарплаты мы не видим, ни в нормальных условиях мы не работаем. В конце концов, у нас новый президент. Может быть можно и туда обратиться? Ведь мы должны работать для людей, для людей. Никто об этом не думает. Глядя на все, что происходит, так и хочется взять за шкирку родных нескольких министерских чиновников, уютно устроившихся в своих служебных кабинетах и рассказывающих всем нам об успехах нынешней республиканской власти в деле евроинтеграции, да и закинуть их в эту больницу, чтобы они полечились там же, где и простые люди. Отношение чиновников в Бельской железнодорожной больнице не просто парадоксально, оно преступно. И все это происходит по одной простой причине. Представители республиканской власти презирают народ и давно поставили крест на стране, в которой живут и в которой правят. Вот этот пол, мы его постелили собственными за свои деньги, потому что там было вот так загажено, и мы сделали, хотели уют немножко сделать для работы там, чтобы, значит, мы сбросились, врачи сбросились, копейки там допустим, это и мы сделали ремонт, вот это самое. Это никто не помогал, нам за 15 лет никто копейку не давал, ни на краску, ни на что. Вот этот кабинет, кабинет УЗИ, где проходит УЗИ, врач принимает такие условия, раздевает человека, где принимает, накрывает его половину, кусочками смотрит. Вот, еще капюшон вот так. Вот, ой, я тут не замерзаю, это феверный полис. Вот так работаем, а что делать? Потому что я, когда начался холодный период, уже пятый раз болею. Просто жалко людей, мы даже говорим, одевайте маечки, чтобы не было им холодно, потому что теперь, чем прижаться, там заболеет, короче, там часто. У нас дело технически простой, мы работаем там на 0,75, но я получаю 1083, все же тут, в этом холоде, вот такая одетая. Это нереально. Просто наши железные дороги начали, не думают о нас. Он думает только о своем хорошем рабочем месте. Которые болеют туберкулезом, приходят к нам на обследование. И когда они обследуются, мы их всех трогаем, они развиваются, мы их прижимаем к аппарату. Я руки помыть не имею, где уже целый год, потому что закрыли воду, и воду не дали. Вот поэтому, я говорю, тут можно раз-два заболеть. Мы отсюда ни шагу не уйдем отсюда. Мы будем сидеть тут в холоде, поставим буржуйки, поставим все, но мы этого здания не покинем.